Привет всем моим подписчикам! И сегодня я решила снять это видео, несмотря на то, что я уже предвкушаю, как многие из вас, начнут писать мне в комментариях о том, что я повторюшка, обвинять меня в этом и так далее. Но если честно, мне абсолютно все равно, поскольку я совершенно искренне решила снять это видео и провести с вами этот эксперимент вместе, чтобы вы тоже посмотрели и оценили. Итак, о чем же речь? У меня есть вот такой пробничек помады от фирмы Clarence, Clarence, не знаю, как угодно называйте. Здесь, в общем-то, 4 вот таких пробника помады, 4 оттенка, вот таким образом они выглядят. Этот пробничек был, по-моему, в коробочке Glambox. И наверняка, конечно же, все, так же, как и я, любят Веронику Никаку 8, все наверняка смотрят ее канал, и, скорее всего, вы уже видели это видео, где она сделала макияж, и к этому макияжу она наносила каждый из этих оттенок на свои губы, и вместе с ней вы смотрели, как эти оттенки смотрятся на ее губах, вот, и так далее, как они подходят к макияжу. Вот, честно говоря, мне очень понравилось то видео, мне показалось, что это очень-очень классная идея, и поскольку у меня есть абсолютно такой же пробник, и, в принципе, мне он как бы особо не нужен, то я решила, почему бы и нет, почему бы мне не снять тоже такое видео, и посмотреть, как уже на мне будут смотреться эти оттенки. Я думаю, что моим подписчикам будет интересно, какой же из этих оттенков подойдет лично мне, и какой оттенок будет смотреться лучше всего на моих губах. Конечно, макияж я делать не буду, сейчас у меня абсолютно обычный макияж, такой стандартный, просто стрелочки я сделала гелевой подводкой от Vivienne Sabo, она уже у меня старенькая, немножко подсохла, но вот сегодня сделала стрелочки, вроде так ничего. Вот, и вместе со мной давайте вы сейчас посмотрите, как все эти оттенки будут смотреться на моих губах. Вот, я буду говорить свое мнение об этих оттенках, какой лично мне нравится больше, какой лично мне понравился больше всего. Вот, и, конечно же, вы в комментариях пишите, какой оттенок больше всего вам понравился на моих губах. Ну что ж, давайте, наверное, приступим. Сейчас я этот пробничек разорву, чтобы вытащить все эти оттенки помад. Вот так вот это все выглядит. Вот, такие вот оттеночки. Начнем, наверное, с самого светлого, такой вот он нюдово-розовый цвет, потом такой стандартный яркий розовый цвет, потом вишневый и такой коричневатый оттенок. Ну что ж, давайте приступим. А здесь также есть кисточка. Да, конечно же, хочу сказать, что освещение у меня, к сожалению, не очень, и не знаю, как оттенки будут смотреться на камере, но, тем не менее, давайте попробуем. Итак, вот я уже тут все открыла. Кисточка у меня, конечно же, есть другая кисточка для макияжа губ, да, но я буду использовать именно ту кисточку, которая и была в этом пробничке. Ну что ж, давайте начнем с первого вот этого оттенка. Это номер 01, и называется он Ньют Роуз. В общем-то, как я и сказала. Ну что ж, давайте пробовать. Так, сейчас я тут как-нибудь это организую. Сразу говорю, то, что на моих губах абсолютно нет ничего, то есть даже бальзама, просто голые губы. Помада очень-очень мягкая. Вот как я чувствую, она достаточно приятно ложится на губы, мне даже нравится. Также у нее, хочу заметить, что очень такой приятный запах. Ну, в общем-то, вот так вот смотрится этот первый оттеночек Ньют Роуз на моих губах. В общем-то, вот он. На самом деле, если честно, в пробнике он кажется более таким светлым, более нюдовым. На моих губах он, как мне показалось, кажется поярче. Но дело в том, что у меня свой пигмент губ, как вы могли видеть, достаточно бледный. То есть у меня такой бледно-бледно-розовый цвет губ натуральный. Вот так что здесь будет зависеть от вашего пигмента губ. Если, конечно же, у вас более он темный, то и оттенок будет смотреть совсем по-другому. На мне он смотрится довольно-таки ярко в жизни. Не знаю, честно говоря, как будет передаваться на камере, но вот в жизни он смотрится довольно-таки ярко. И на нюдовый он не совсем похож. Даже немножечко уходит немножечко в такой винный цвет в жизни. Вот, но это был первый оттенок. Сразу по поводу качества помады. Мне понравилось, по крайней мере, этот первый оттенок очень мягкий. Губы не сушат, как я чувствую. Никакого неприятного ощущения нет. Очень комфортно на губах. Аромат, вернее, помады, когда наносится на губы, очень хорошо чувствуется. Такой приятный, нежный, цветочный запах. Но вот когда на губах, то уже абсолютно ничего не чувствуется. Ну что ж, давайте приступим ко второму оттенку. А теперь мы будем наносить уже второй оттенок. Это номер 04 и называется Tropical Pink. Ну, действительно, такой стандартный розовый, такой яркий оттеночек. Сейчас мы его нанесем на мои губы. Ух, очень яркий цвет получается. Ну, как я и говорила, здесь, конечно же, зависит очень многое от вашего естественного оттенка. Так, немножко кривовато получилось, поскольку не совсем удобно наносить этой маленькой кисточкой. Но вот такой вот цвет. А помада на губах, кстати, хочу заметить, что она смотрится такой глянцевой, немножечко с блеском. Но в целом текстура помады густая, такая вот кремовая, и помада довольно-таки плотная. То есть лично мой пигмент и мой цвет губ, она очень хорошо перекрывает. Вот этот оттенок мне нравится чуть больше. Он такой яркий, летний, действительно такой Tropical Pink. Если первый, то он какой-то, такой немножко, несмотря на то, что все-таки он получился ярким на моих губах, на моих губах он был немножко приглушенный все-таки. Этот более яркий и на лето классно бы смотрелся. Вот поэтому, если у вас такой же бледный пигмент губ, я думаю, тоже на вас будет ярко смотреться и подойдет на лето. В общем, как вам этот цвет? Мне он, кстати, очень-очень даже понравился. Что ж, переходим к третьему оттенку. Так, у нас достаточно темный, такой винный, или можно даже сказать сливовый такой цвет. Это номер 06, но я не берусь смелости читать его название. Скорее всего, я его напишу где-нибудь здесь, поскольку не знаю, честно говоря, как правильно прочитать. Вот, что ж, наносим тоже на мои губы. Сейчас, наверное, будет очень сложно, потому что цвет темный, и сложно будет его нанести, эта кисточка, но я постараюсь. Кстати, вот, пока я наношу на губы, я заметила, что этот цвет самый мягкий, скажем, при нанесении. Очень мягко ложится, это, конечно, неровно нанесла, за что прошу прощения. И, как я и говорила, очень сложно наносить этой миниатюрной кистью. Еще немножко нанесу на нижнюю губу. Ну, вот как-то так. Оттенок, на самом деле, достаточно темный, он реально прибавляет возраста, как мне кажется, такой вот вечерний подойдет для вечернего макияжа. Вот, ну, вы знаете, в целом мне нравится. Конечно, не могу со стороны судить, идет ли мне такой цвет или нет, но вот в отражении, в зеркале очень даже неплохо смотрится. Такой действительно сливовый, подходит под, наверное, под мои ногти, под мой маникюр. Ну, вот, в целом мне понравилось тоже. Что ж, ну, давайте, наверное, уже перейдем к самому последнему завершающему оттенку помады. Наверное, последний уже оттеночек, это номер последнего оттенка 13, называется Wood Rose. В упаковочке он такой розово-коричневый цвет, такой смешанный, тоже немножко грязноватый такой оттенок. Посмотрим, как будет смотреться на моих губах. Честно говоря, в жизни я не очень люблю такие оттенки, я считаю, что они для женщин постарше, но попробуем. Ну да, такой коричневатый оттенок, я на своих губах не люблю коричневые оттенки, мне кажется, они как-то сливаются со мной. Ну, на самом деле, этот цвет вот так выглядит, но, если честно, то он довольно-таки интересный, поскольку он многогранный. В нем есть и розовый оттенок, в нем есть и коричневый оттенок, и также даже есть вишневый цвет. Вишневый оттенок, вернее. Вот, он тоже темный, но, как мне кажется, что все-таки он, наверное, не очень мне подходит, как-то он очень взрослит, как мне кажется, даже больше, чем предыдущий. Если говорить из того, что какие оттенки мне понравились больше всего из этой палетки, то это вот этот розовый, ярко-розовый, который 04 Tropical Pink, очень такой яркий, красивый летний оттенок. И также вот этот вишневый цвет, мне тоже очень понравился. А вот эти вот два, которые по краям, которые сейчас у меня на губах, темный, вот, роз номер 13 и первый Nude Pink, они мне понравились меньше, потому что Nude Pink, он какой-то такой непонятный, такой вот немножко приглушенный розовый, такой припыленный розовый цвет. Я таки не очень люблю, а этот все-таки уходит в коричневый оттенок. Коричневые оттенки я на губах тоже не очень люблю, как-то мне кажется, что они для женщин постарше. Кстати, здесь еще осталось довольно-таки много этой помады, еще хватит на несколько раз использования, поэтому буду пользоваться с удовольствием. Ну вот как-то так выглядит. Что говорить о самой помаде? Сама помада выглядит вот таким образом в полной версии. Честно говоря, мне она очень понравилась. Я абсолютно, как бы, даже не знаю, называется она Rouge Eclat, не знаю, сколько она стоит, но фирма Clorans, конечно же, относится к люксовой косметике, но она не очень дорогая. Я думаю, что тысячи, наверное, полторы будет стоить такая помадка. В принципе, честно говоря, мне эта помада понравилась, она не сушит губы, она комфортна на губах. Такой довольно-таки плотный кремовый цвет получается, перекрывает полностью оттенок губ, смотрится такая, как глянцевая. Но вот этот последний оттенок, он более матовый, все остальные более глянцевые. Вот, что могу еще сказать, да, помада мне понравилась, в принципе, я бы могла вам ее посоветовать купить, очень-очень даже неплохое качество. Ну вот, это было все мое видео, пишите, пожалуйста, свои комментарии внизу под этим видео, какой же оттенок вам помады больше всего понравился именно на мне. Это все, большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok